Добрый вечер! На телеканале НИК этого итоговый выпуск новостей. С вами Антон Липовский. И сначала коротко о некоторых темах этой программы. До полусотни звонков около тысячи благодарных. Диспетчерской службы жилищной инспекции региона всего три недели. Результаты впечатляют. Экономия времени и нервов. Нужно стоять толпиться. Вызвали. Пошел документы, сдал. Все, иначе. Теперь записаться на регистрацию авто или получение прав можно, не выходя из дома. Если надо, подскажут, где следует порядок наведут. Сотрудники транспортной полиции принимают поздравления с профпраздником, правда, на посту. И теперь обо всем подробнее. Сегодня экзамен держало самое молодое и инновационное областное ведомство – Министерство развития информационного общества. За прошлый год удалось значительно увеличить количество многофункциональных центров, создать новые удаленные рабочие места и расширить возможности граждан пользоваться интернетом с помощью Wi-Fi. О роли и популярности информационных технологий Сергей Романов. Большую роль в экономическом успехе области сыграли и еще сыграют информационные технологии. В этом году активно внедряли универсальные электронные карты. С их помощью можно платить за услуги ЖКХ, за проезд в общественном транспорте, разобраться со штрафами от ГИБДД, управлять пенсионными вложениями и многое-многое другое. Кроме того, большая работа была проделана по переводу государственных услуг в электронный вид. Проект по переводу услуг в электронный вид в 2013 году получил новое свое развитие. Крайне переведенным в электронный вид услугам, 15 их было, добавилось еще 32. Теперь наиболее востребованные и социально значимые услуги Калужской области можно заказать на едином портале государственных услуг. Это услуги в сфере социальной защиты, земельно-имущественных отношений, записи актов гражданского состояния, еще целый ряд востребованных услуг. Получить эти услуги в частности можно в МФЦ. В Калужской области продолжается создание разветвленной сети многофункциональных центров. Причем в некоторых случаях они располагаются в библиотеках для удобства сельских жителей. Но пока далеко не все смогут с первого раза разобраться в сайтах и информатах. Поэтому, считает глава региона, необходимо проводить своеобразный ликбез среди населения. Хотя тех, кто готов учиться, будет не так много. И все же работу это необходимо проводить. И помочь тут могут надежные проверенные библиотеки. Другие могли бы обучаться именно через получение этой услуги. Тогда, значит, этот человек, какой хочет получить услугу быстро и вот в электронном виде, он должен знать, что придя в какое-то место, он ее обязательно получит. И не обязательно ему обладать глубокими знаниями. Вот я предлагаю задействовать 400 с лишним наших библиотек. По данным статистики, сейчас 8% населения области отдает предпочтение электронному документу обороту, отказываясь от оборота бумажного. По заявлению заместителя министра связи и массовой коммуникации Алексея Козырева, это на самом деле очень неплохой результат. И надо делать все, чтобы этот процент рос. И надо убеждать людей, отказываться от стояния в очередях и все глубже погружаться в киберпространство. Очень важная задача заключается в популяризации, Дмитрий Олегович об этом уже сказал, популяризации услуг, осведомленности граждан на возможности использования электронных услуг. Наша задача сделать так, чтобы люди, которые имеют возможность использовать электронные услуги, предпочитали пользоваться именно электронными услугами, а не приходить лично. В планах в ближайшие годы перевести в электронный вид более 70% всех государственных услуг. Для этого, опять же, в ближайшие годы свой МФЦ появится в каждом районном центре. А специальный портал продолжит свое развитие, становясь все более понятным в обращении. Сергей Романов, Леон Ким, телекомпания НИКО-ТВ. Один из примеров внедрения информационных технологий, заместитель министра связи и массовых коммуникаций, страна ценил лично. В Калужском МРЭО ГИБДД ввели новую систему обслуживания граждан. Электронная очередь уже почти вытеснила настоящую. Андрей Ткачев о преимуществах нововведений. Если разобраться не получается, сотрудники ГИБДД с радостью помогут. Электронная очередь запущена буквально несколько дней назад. И еще далеко не каждый автолюбитель в ней разобрался. Но даже на данном тестовом этапе уже есть положительные результаты. У населения путем анкетирования мы уточнили, что эта система прижилась, она востребована и она действительно помогает ускорить процесс по регистрации транспортных средств и получения водительских удостоверений. Сама по себе система очень проста. Пришел, выбрал пункт, который тебе нужен и в течение 10-30 минут ожидай, пока тебя вызовут. Раньше на схожие операции могли уходить часы и можно было потерять даже целый день. Плюсами нововведений являются также прозрачность системы и возможность удаленного контроля. 78 граждан у нас обратилось с момента начала рабочего дня в регистрационное подразделение. При этом мы видим, что система показывает четкую нагрузку на сотрудника, на каждого сотрудника, длительность посещения, длительность ожидания сотрудника, точнее гражданина. Подобные электронные устройства вводятся по всей стране. И несмотря на то, что уже сейчас заметны явные преимущества, сотрудники ГИБДД обещают не останавливаться на достигнутую. Согласен с ними и Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Гость остался доволен работой системы и уже обозначил планы на будущее. Наша задача на 2014 год заключается в том, чтобы все эти системы объединить и сделать возможность через интернет, не посещая ведомства, заранее записаться, выбрать время удобное. Любой орган власти, в учреждения, которые оказывают услуги, можно было из дома записаться. Оценить по достоинству электронную очередь могут уже и первые посетители. Получить права или зарегистрировать транспортное средство, система максимально быстро справится с поставленной задачей. Конечно, очень удобно, очереди нет. Не нужно стоять толпиться. Вызвали. Пришел документы, сдал. Все отлично. Недочетов не нашел. Скорость. Я вот только сейчас регистрируюсь. Надеюсь, что будет быстро и хорошо. По отзывам моих коллег, моих друзей, которые все довольны. Все устраивает. После оценки электронной очереди снаружи Алексей Козырев отправился посмотреть на нее изнутри. За это время еще несколько автолюбителей смогли закончить свои дела. А сотрудники ГИБДД надеются, что теперь полупустые залы станут нормой. Андрей Ткачев, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКО ТВ. Колл-центр помог решить коммунальные проблемы уже почти тысячи калужан. Такова статистика первых трех недель работы телефонной линии жилищной инспекции Калужской области. Подобная круглосуточная диспетчерская вторая в ЦФО после Москвы. И механизм ее работы только налаживается. Каждый день специалисты принимают около полусотни звонков. Половина из них касается непосредственно сферы государственной жилищной инспекции. Остальное – вопросы смежных ведомств. В этом случае специалисты дают информацию в сжатом виде вместе с номером телефона организации, которая может помочь. Напоминаем, бесплатные номера самого колл-центра – 8 48 42 27 47 или 8 800 450 01 01. Мы подскажем, мы ни от кого не отпихиваемся, ни от кричим. Мы всегда даем исчерпывающую информацию. И стараемся давать такую. У нас налажен контакт с другими диспетчерскими службами энергоснабжающих организаций, с диспетчерскими службами города, самого Калуги, районными центрами, с муниципалитетами, где мы тесно взаимодействуем. И, допустим, если поступает обращение там с районов, мы передаем туда обращение, отслеживаем выполнение его. Итоги работы по укреплению законности и правопорядка подвели на коллегии областной прокуратуры. В прошлом году выявлено более 32 тысяч нарушений закона. С преступностью боролись активно, но не всегда эффективно, особенно в экономической сфере. Какие направления, по мнению главы региона, требует особого прокурорского внимания, расскажет Наталья Жилина. Расслабляться работникам областной прокуратуры не пришлось. Выявлено более 32 тысяч нарушений закона. Из них почти 16 тысяч отнесено к серьезным преступлениям. Острейшей проблемой остается незаконный оборот наркотиков. И хотя в прошедшем году в этой сфере выявлено преступлений на 18% больше, ситуация остается сложной. Массовые проверки продолжатся и по выявлению нелегальных мигрантов, которые, оказавшись в чужой стране без средств к существованию, все чаще идут на преступления. Пришлось усилить надзор в области жилищного строительства, природоохраны и земельного законодательства. Растет число таких нарушений, как самолонные занятия земельных участвований, невозврат временно занимаемых земель и невыполнение обязанностей по проведению их в состоянии пригодной для использования по целевому назначению. Допускаются факты загрязнения земель отходами производства и потребления. Еще один бич времени – серые зарплаты. Из-за них область теряет полтора миллиарда рублей, а граждане лишаются пенсий и социальных выплат. А потому глава региона попросил прокуроров не ослаблять контроль над нечестными работодателями. Справиться с игорным бизнесом и искоренить коррупцию, по мнению губернатора, возможно будет только усовершенствовав федеральное законодательство. Пока же прорехи и лазейки в нем позволяют преступникам безболезненно уходить от ответственности. Но многое зависит и от бдительности, и порядка в рядах самой прокуратуры. Мясокомбинат пригласили сюда, вместо того, чтобы, как говорится, поступить так же, как вот в Кондрово, ну ладно, хорошо, 4 месяца тебе даем. 4 месяца этому, это же преступник, который был уже со своей историей, он махинатор высшей пробы, вся страна его знала. Он зашел, выкупил эти акции нашего мясокомбината с одной единственной целью – взять под это имущество кредит и улезнуть за границу. 800 миллионов рублей сейчас в Лондоне. Значит, кто из нас теперь его достанет? Да никогда. Это сами взяли и отпустили. А теперь губернатор виноват. С неожиданной просьбой губернатор обратился к заместителю генерального прокурора Российской Федерации Владимиру Малиновскому, который приехал на отчет коллегии. Ликеро-водочный завод, притчевый язык. Владимир Иванович, я прошу вас убедительно, может быть, вы как-то свое влияние проявите. Доведено было Следственным комитетом дело до суда. Вот два дня оставалось, и дело было бы в суде. Затребовал Следственный комитет Российской Федерации. Два года назад прожило это, да? Если не больше. Дело развалили. Зевенко выведен вообще. Он теперь оказывается не виноват. Ну, как можно говорить о борьбе с коррупцией? О калужских прокурорах Анатолий Артамонов попросил помнить, что за каждым их решением, а иногда и словом, стоят судьбы людей. Два года назад здесь, с этой трибуны, во время доклада, было сказано, министр правительства области Кондратьев уворовал, там, 10 лет, там, не помню, 11 миллионов рублей. Уворовал, значит, он уворовал, значит, это должно быть доказано. Здесь прозвучало, к вечеру все информационные агентства уже это напечатали. Все. А суд полностью оправдал этого человека. Внимательнее относиться к проблемам региональной экономики и бизнеса, поскольку экономическое благополучие напрямую отражается на показателях преступности, стало еще одним пожеланием Анатолия Артамонова. Прокурор области пообещал, критику, завечания и пожелания в его ведомстве учтут. Наталья Жилина, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКО-ТВ. Калужские депутаты продолжают работать над совершенствованием миграционного законодательства. Сегодня в центре внимания профильной рабочей группы оказались иностранные граждане несовершеннолетними детьми. По мнению собравшихся, ребенок, находящийся на территории области, должен быть защищен. Однако, существуют определенные сложности, поскольку вопросы нахождения несовершеннолетних в стране регулируются на федеральном уровне. По-прежнему остро стоит вопрос миграционного учета детей, тех, которые прибыли вместе с родителями, и тех, которые родились уже в России. Есть некоторые несостыковки и между ответственностью за исполнением родительских обязанностей гражданами нашей страны и иностранцами. Совместно с юристами депутаты работают над мельчайшими нюансами, формулировками, которые облегчат процесс регистрации детей до 18 лет, пребывающих на территорию страны. Входит ли этот ребенок в школу, посещает ли это дошкольное учреждение, или он предоставлен самому себе, находится в социальной опасности, чтобы он не стал неблагополучным. Благополучна ли семья? И я считаю, что родители, если вдруг ребенок неблагополучен из семьи мигрантов, то такие родители должны быть привлечены к ответственности и может быть даже, как говорится, выдворены за пределы российской Калужской области. РЖД терпит убытки, регионы игнорируют проблему. На видеоконференции, которую провел сегодня министр транспорта России Максим Соколов, обсуждался вопрос пригородных перевозок по железной дороге. Предоставляя по своей сути социальную услугу, компания РЖД работает себе в ущерб. Чтобы компенсировать так называемый выпадающий доход, необходима поддержка как правительства, так и субъектов Российской Федерации. Некоторые регионы уменьшили субсидирование железнодорожной отрасли. Общая задолженность в конце прошлого года превысила 30 миллиардов рублей. Это грозит сокращением транспортного сообщения с рядом населенных пунктов. К счастью, Калужскую область эта проблема обойдет стороной. Еще в 2011 году с дочерним предприятием РЖД было подписано соглашение и проведена совместная работа по оптимизации железнодорожных пригородных перевозок без сокращения количества маршрутов. К тому же, наша регион обеспечивает полную компенсацию выпадающих доходов. По итогам, например, прошлого года мы компенсировали все 100% выпадающих доходов. Так как эти перевозки являются социальными, часть расходов нам необходимо компенсировать из бюджета. Но сегодня мы одни из дневных регионов, которые это делают в полном объеме. Мы заложили в бюджет 72 миллиона на компенсацию этих выпадающих доходов и 32 миллиона на компенсацию доходов, которые компания теряет при перевозке школьников. Сегодня день транспортной полиции. Это профессиональный праздник сотрудников подразделения МВД, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте. В Калужской области в первую очередь это касается железнодорожного. За безопасностью пассажиров электропоездов в нашем регионе следит линейный отдел МВД России на станции Калуг-1. Свой профессиональный праздник блюстители правопорядка проводят на посту. Это календарная дата, официально рабочий день. Праздничным настроением, пусть и на работе, полицейские поделились с Татьяной Зимушиной. «Посад находится до восьмого пути у восьмой платформы. При посадке в электропоезде осуществляется перронный контроль». Без багажа и билета, но в постоянном ожидании прибытия поезда. Полицейские Калужского вокзала для каждого пассажира и провожающие, встречающие одновременно. С синхронного выхода на платформу у гостей Калуги начинается знакомство с городом. И здесь люди в форме не просто стражи порядка, а живой справочник по вопросам, где пройти и как проехать. Помогают пассажирам, следят за территорией, проверяют документы ежедневно. Но раз в год, помимо просьбы вопросов, слышат редкие поздравления. «Чтобы поменьше случаев каких было, нюансов, проблем никаких. Ну и здоровья». Самим полицейским число случаев и нюансов тоже хотелось бы сократить. Конфликтов на железной дороге уже стало меньше по сравнению со статистикой прошлого десятилетия, рассказывает полковник полиции Юрий Кириков. Он начинал свою карьеру сотрудником патрульно-постовой службы в 90-х. «В поездах дальнего следования процветали так называемый рэкет граждане иностранных государств, ближнего зарубежья, это Молдовы и Украины. Помогали деньги у своих работников, у своих же людей, работяг, которые возвращались с заработков с Москвы. И мы, все силы были наши направлены на выявление данных преступлений». Сейчас самая тревожная территория – граница с Московской областью. Малый Ярославец, Балабаново и Обнинск славятся административными правонарушениями и беспокойными фанатами, которые направляются на столичные матчи. Эталон мирной станции – Фаянцево в Кировском районе. Калужский вокзал тоже не входит в криминальный список. Сотрудники патрулируют его 24 часа в сутки, не исключая и профессиональный праздник. Получить ответ на свой вопрос от губернатора можно в прямом эфире нашей телерадиокомпании. Программа «Резюме» меняет формат, и теперь ее главную тему будут определять телезрители. Горячая линия задав вопрос губернатору работает в будние дни с 10 до 12 часов. Номер телефона – 558383. Вопросы и пожелания можно также оставлять в нашей группе ВКонтакте. Следите за анонсами на нашем канале. Ну а далее через несколько секунд мы поговорим о новостях спорта. Горячие новости из Сочи. Наша съемочная группа начала работать в столице Олимпийских игр. Ежедневно мы будем получать от нее репортажи и первый материал в Олимпийском дайджесте, который подготовил Александр Сорокин. Неожиданная развязка в Олимпийском сноуборд-кроссе. Россиянин Николай Алюнин завоевал серебряную медаль в этих соревнованиях. Финишировал первым во всех предварительных заездах. 22-летний спортсмен уступил в финале лишь французу Пьеру Вальтье. Американец Алекс Диболт стал третьим. Все меньше дней остается до выступления Калужской Олимпийской надежды. Напомню, что в конькобежном спорте интересы России и Калужской области на дистанции 5000 метров будет отстаивать наша спортсменка. Мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Анна Чернова. На Олимпийский лед она выйдет уже 19 февраля. Начало забега в 17.30. Не пропустите. Сегодня в Сочи прибыла и съемочная группа нашей телекомпании в лице редактора спортивных программ Николая Егорова и оператора Александра Бурылкина. На данный момент они только успели ознакомиться с достопримечательностями Сочи, побывать в медиа-центре, но уже в скором времени обещают рассказать. И, что самое главное, показать ту атмосферу, что царит в Олимпийском Сочи. Олимпийский Сочи на деле оказался не таким уж и зимним. Понятно было, что здесь тепло, но все-таки было сложно ожидать здесь, на улице, настоящий ливень. Именно из-за него возникли сложности с проведением состязаний по биатлону. Вообще же в самом Сочи очень чисто и создается такое ощущение, что лучше подготовиться и нельзя было. Не даже вдалеке от стадионов чувствуются олимпийские эмоции. Были опасения, что Сочи могут захлебнуться в пробках, однако, как и в Казани, сложности у болельщиков не возникает. Бесплатно довозят гостей Олимпиады «Ласточка», также есть и бесплатные автобусы. Лично мы можем пока поставить Олимпиаде в Сочи 5 с плюсом, но, конечно, ждем главное событие для Калужской области. Забег нашей конькобежки Анны Черновой. Стреляли метко, дышали ровно. Калужские стрелки проявили себя на межрегиональных соревнованиях. Перинского по стрельбе длился в течение всех выходных. О том, как попасть в яблочко, в репортаже Андрея Ткачула. Прицеливание, полная концентрация, выстрел. Почти 150 спортсменов из Калужской, Московской, Тульской и других областей решили доказать, что их стрельба самая меткая. Артем Мерзлов, например, уже в 16 лет стал мастером спорта. Чтобы показывать максимальные результаты, стрелок пытается полностью отлечься от мирской суеты. Это в первую очередь умение бороться с самим собой. Это предельная концентрация и умение управлять своими чувствами и мыслями. Я стараюсь отрешиться от всего, что меня окружает и сосредоточиться на своей работе. А конкретно это ровная мушка, плавный спуск, ну и некоторые детали. Артем воспитанник Калужской школы «Снайпер». Учреждение всего год назад пережило реорганизацию, но уже есть прогресс. Школа в целях привлечения новых спортсменов проводит около трех соревнований в год. Причем возраст стрелка не имеет никакого значения. Я думаю, что у нас уже неплохие результаты. У нас есть уже мастер спорта, член сборной страны молодежной. И на этих соревнованиях мы делаем отбор и комплектуется сборная команда области для последующих выступлений. Дисциплин по стрельбе, как оказалось, очень много. В течение трех дней соревнований юноши и девушки должны были проявить себя во владении и пистолетами, и винтовками. При этом в дисциплинах стрельба ведется на расстоянии от 10 до 50 метров из различных положений. То есть каждый участник может помериться с силами сразу за несколько наград. А судьи должны быть максимально готовы ко всему. Контроль ведется полный. Судьи на огневых рубежах выполняют полностью свою работу. Техника безопасности соблюдается. У каждого участника своя тактика и стратегия. Помогает еще и снаряжение. Например, для стрельбы из положения стоя используется специальный костюм для закрепления стойки. Ведь чем меньше стрелок движется между выстрелами, тем больше точность. Личная концентрация – это как бы основное, а костюм тебе дает еще одну определенную дополнительную защиту. К стрельбе помогает. А помощь нужна. Ведь одно упражнение может длиться от часу до двух. И все это время стрелку придется стоять. Такую статику выдержит далеко не каждый. Участники соревнований говорят – у бегуна одно волнение перед стартом. А у стрелка в одной дисциплине может быть 60 выстрелов или же 60 стартов. И каждый раз нужно сохранять максимальное хладнокровие. Его нужно нарабатывать очень долго. Артем Перепелкин за три года добился уже неплохих результатов. В первый раз он пришел получить разрешение на травматическое оружие. И остался заниматься до сих пор. Хотя разрешение так и не получил. Но теперь и у него уже другие приоритеты. Лично для меня эти соревнования представляют себе подготовку к чемпионату России. Как говорит русская пословица, плов тот солдат, который считает, что генералом. Поэтому любой спортсмен, он ориентирован, я думаю, на победу, прежде всего. На призовые места. В общем зачете из 11 команд и первое и второе место заняли коллективы детской и юношеской спортивной школы «Снайпер». Бронзовым призером стал Обдинский квант. Помимо командного зачета было еще и индивидуальное первенство. Разыграно 16 комплектов медалей. Так что все награды нашли своих победителей. Андрей Ткачев, Сергей Фондиков, телекомпания НИКО-ТВ. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Запомните этот день таким. Далее прогноз погоды. Берегите себя и до встречи на НИКе. Редактор субтитров А.Семкин